В середине октября в России начнутся продажи смартфона Sony Xperia G. Смартфон с 4-дюймом дисплеем будет стоить чуть меньше 11 тысяч рублей. Никаких выдающих технических новшеств от него ждать не приходится. Зато любители гламурных расцветок окажутся на седьмом небе от счастья. Помимо стандартных белых и черных корпусов, на полке появятся розовый и золотистый. Директором по работе с государственными клиентами компании Megafon назначен Сергей Буланча, ранее занимавший пост вице-президента компании Sinterra. Новость была бы интереснее, если не знать, что 100% акций Sinterra с 2010 года принадлежат Megafon, а Буланча уже трудится в должности начальника управления связи Федерального агентства связи. То есть госклиентов он знает не понаслышке. Губернатор американского штата Калифорния на днях подписал закон, разрешающий разъезжать по дорогам автомобилем с системой автономного управления. Однако на первых порах в каждой машине без водителя должно находиться по два человека для подстраховки. На дорогах такие авто будут выделяться красными номерами. Утром 8 октября с космодрома на мысе Кевернал стартовал частный космический грузовик Dragon. Он доставит на МКС 500 килограммов научного груза и мороженое, по которому так соскучились обитатели станции. Стоимость доставки килограмма груза на орбиту оценивается примерно в 10 тысяч долларов. Я бы на месте космонавтов потерпел бы и взял бы после приземления наличными. Марк Цукерберг сообщил, что число пользователей его социальной сети превысило 1 миллиард человек. 600 миллионов из них заходят на свои страницы с мобильных телефонов. Вероятно, именно с этим событием связан недавний визит Цукерберга в Москву. Марк приезжал для того, чтобы вручить футболку с адресом странички миллиардному пользователю сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова